Он предпочел Копенгаген-Челябинску, провел 17 часов в самолете, чтобы в конце концов лично присутствовать на открытии своей выставки. Художник из Аргентины известен всему миру своими работами в духе эстетического хулиганства. Своими плакатами автор объявляет войну миру коммерческого глянца, лакированным обложкам и застывшим на снимках фотомоделям, с которыми он расправляется изобретательно, талантливо и профессионально. Делает это он с помощью разнообразных шрифтов. Когда я учился в Буэнос-Айресе, у нас говорили, что плакат – это своего рода пинок для глаз, и появилась мысль, зачем надо пинать, если можно взять и зацепить. Мне кажется, это какая-то история про страшно красиво, потому что, с одной стороны, мы с вами видим этот глянец, красота и гламор, фэшн, который мы с вами являемся, и, с другой стороны, некие элементы, которые в какой-то момент нам кажутся, может быть, страшные, или какие-то такие подтюки, еще что-то. Такая эстетика стрит-арта, которая возникает здесь в плакате, мне кажется, она, оказывается, более искренней. Уличный стиль граффити дизайнер сочетает с фэшн-съемкой, тем самым рождается абсолютно новый жанр плакатного искусства. На этих работах шрифтовой дизайн совмещен с работами других авторов, которые не всегда приветствуют видоизменения их снимков. Да, были такие случаи, присылали имейлы, были истории с девушкой-фотографом, которая была против, что за основу взяли ее работы, но все всегда решается мирно. Я просто не могу остановиться, сейчас летел, листал аэрофлотовский журнальчик, все изрисовал. Можете спросить у моего психолога, почему я не могу прекратить все разрисовывать. Наверное, это мой способ выразить свое ощущение, некий способ выражения, который я для себя нашел. Работы Мона Гринбаума были представлены в журналах и газетах по всему миру. Выставка в Челябинске, вторая российская и первая, на которую он приехал лично. В экспозиции представлено около 50 его работ, часть из которых сделана специально.